Доброго времени суток, друзья, это канал Joywire и с вами Джо. Последние операции внесли немного сумбура в наш отряд. Пара бойцов ранены, Мокс в состоянии усталости, Саша и Колдун на секретном задании, Джонни на обучении, Деворс и Вольфецки на укреплении связи. Исходя из этого, у нас не так много вариантов для сквада следующей вылазки. Но перед вылазкой купим улучшение оружия для хромовника и купим нано-уровневый жилет. Возможно, он когда-то пригодится. Вот теперь можно отправляться на операцию сопротивления. При условии успешного выполнения к базе прибавится новый инженер и пачка из 76 разведданных. Как я уже говорил, из именованных бойцов практически все чем-то заняты. Так что в это задание придется дополнить пак рандомами. Кенза Накана получит аптечку. Изабель Мунос получит светошумовую. И отправляемся в бой. Скай, рейнджер. Операция забытый двигатель. Продолжение следует... У хромовника интересный тип введения боя. Для того, чтобы накапливать концентрацию, ему необходимо наносить смертельные удары. А накопившуюся концентрацию он может тратить на различные способности. Отправляю бойцов рассредоточиться по коридору в поисках противников. После еще одного хода бойцы замечают патруль. Мурас начинает атаку уверенным критом по вайперу. Крис тоже демонстрирует свои навыки владения клинком и разрубает копейщика пополам. Остается вайпер с одной единицей здоровья. Изабель проверяет свою удачу и с шансом в 50% попадает по цели. Первый патруль уничтожен. Мунас, подняв дроп с ядром Эллерия, замечает еще один пак противников. Они плотно засели за укрытием и хорошим решением в данном случае будет закинуть им светошумовую. Виноградов с помощью осколочной гранаты уничтожает укрытие противника. Мурас пробегает вглубь замеса против выживших противников, у него есть парирование. А раненого поджигателя добивает Кензо Накана. 69% кстати. Дизориентация делает свое дело и все выстрелы противников проходят по укрытию. Мурас получает свое первое убийство и успешно перебирается за укрытие. Оставшийся противник глубоко уселся за укрытием, но это не мешает Кристине прекратить его существование. Еще один успешный бой в нашу копилку. Крис отправляется на спасение ВИПа. Засада. Противник вызывает два отряда подкрепления. Наблюдение заканчивается убийством одного из противников. Ну это не так уж плохо. Не успев начать бой с оставшимися, появляется вражеская сигнальная ракета еще одного отряда подкрепления. Мурас вырезает еще одного противника и продвигается ближе к позиции ВИПа. Рассредоточим бойцов и будем в наблюдении ждать хода противника. Минус один из наблюдений, неплохой результат. Хромовник с парированием отлично отводит ненужные выстрелы от своих товарищей. Крис делает уверенный рывок к противнику, верный клинок никогда не подводит. На выручку к ней идет Мурас, который убивает еще одного солдата Адвента. Остается всего один противник в не особо удобной для нас позиции. Изабель идет на крайне опасный маневр и передвигается на открытое пространство, чтобы атаковать противника с фланга. К сожалению, выстрел не оказывается летальным. И две последующие атаки также уходят мимо цели. Икском никогда не поощряет глупые решения, но пути назад уже нет. За такое плохое ведение боя Мунос получает урон, которого можно было бы избежать. Адвент тем временем отправляет еще один отряд подкреплений. А милишная часть отряда продолжает резать противников налево и направо. Противник наконец-то устранен и гип может спокойно добраться до точки эвакуации. Накана лечит раненого союзника и вместе с ней встает в наблюдение. Чувствую, что последний отряд подкреплений не ожидал ничего подобного. Что ж, ВИП спасен и бойцам нет смысла задерживаться на этом задании, так что предпринимается решение проследовать к точке эвакуации. О, давайте посмотрим. Это было бы очередное превосходное задание, если бы не тупейшее решение выйти на открытое пространство одним из бойцов и рассчитывать на убийство. Это будет для меня уроком. Эта ошибка будет стоить нам 26 дней в лазарете. Тем не менее у нас несколько повышений, а это всегда приятно. Пак разведданных и новый инженер на базе, это просто прекрасно. Сразу отправим его на помощь в расчистке завалов. Нам необходимо место для строительства. А у Мураза и Станислава Виноградова повысился уровень взаимосвязи. Продолжаем устанавливать контакт. Приходит сообщение от Совета. Есть две новости. Мы получаем немного стресс на наш счет. Но есть и плохая. Избранная продолжает укреплять свои позиции. Мураза и Станислава Виноградова Тайган сообщает нам о том, что завершено исследование строительства цифровой сети, поставим в очередь расшифровку планшета Адвинта, это добавит нам немного разведданных. Новый объект пришельцев на соседнем материке. У нас уйдет некоторое время на установку контактов, и займемся мы этим, как только закончим с восточным побережьем США. Субтитры создавал Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok Мы уперлись в потолок по количеству контактов, и над этим вопросом тоже необходимо будет поработать. Устанавливая контакт, получаем сообщение из центра о том, что Лайт выздоравливает, Вольфетские Деверс улучшают взаимосвязь, а Джон возвращается с обучения. С таким отрядом можно смело отправляться на какое-нибудь серьезное задание. Пора начать изучение оружия Гаусса. Субтитры создавал DimaTorzok О-хо-хо, вот ты второй избранный. Интересно, какими специальными обилками будет обладать он? Жду не дождусь боя с ним. Думаю, сейчас отличный момент для того, чтобы наведаться на черный рынок. Продаю трупы убитых врагов, оставив по одному в инвентаре для дальнейших исследований. И покупаю инопланетные сплавы, нового ученого, ускоренное вскрытие солдата и пак в 120 материалов. С таким количеством ресурсов мы можем позволить себе покупку оставшихся магнитных оружий. Я чувствую, что наши бойцы готовы к этой серьезной операции. Но на секретный объект Адвинта мы ворвемся с вами в следующем эпизоде моих похождений в мире Икс Ком. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если хотите поддержать канал, жмите лайк. Если не хотите пропустить новые эпизоды, то обязательно подписывайтесь на канал. Для всех, кто хочет присоединиться к нашему отряду Икс Ком, есть гайд в описании. А с вами был Джонни с канала JoyWire. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok